Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я покажу, как я изготавливаю свежую клубнику на зиму, а именно, как я ее замораживаю. Кроме самой клубники мне ничего не нужно. Не берите отборную, берите мелкую, то, которую не жалко. Все клубнику нужно хорошо вымыть, достичь воде и убрать чашелистики. И теперь с помощью блендера я превращаю клубнику в пюре. Если у вас нет блендера или вы не хотите с ним возиться, можно воспользоваться толкушкой для картофельного пюре. Говорю абсолютно серьезно, просто взять и размять всю ягоду. Я не морожен целые ягоды, мне не нравится. После заморозки они водянистые и мы точно также превращаем их в пюре. А так у меня здесь уже вымотая пюрированная клубника, которую я могу сразу использовать. Теперь я собираю все небольшие формы, какие у меня есть. Например, форма для льда, вот такая силиконовая форма, вообще можно использовать любую, можно брать и вот такую фигурную. Можно взять даже большую форму для кексов, только не нужно будет ее полностью заливать. В общем, соберите все, что у вас есть и разливаю готовое пюре. Одна, сразу же помещаю ее в морозильник, наполняю следующую, силиконовую, как я говорила, я не буду заполнять полностью, на одну треть. Также убираю в морозильник и еще можно заморозить клубнику в пакете, но пакет лучше брать замком. Наливаю небольшое количество клубники. И распределяю ее по пакету тонким слоем. Тонкий слой я делаю для того, чтобы потом нужно было отломать столько, сколько нужно. Можно выровнять доской. Пока пакет у меня открыт. А вот теперь воздух лишний я выгоняю. И пакет закрываю. И в морозильник мне нужно его перенести вот в таком виде. Я положу его прямо на доске. Жду пока вся клубника у меня заморозится и покажу вам, что дальше. Клубника замерла и теперь я делаю следующее. Беру пакет замком, без замка, неважно. И перекладываю замороженные кубики в пакет. Достаю силиконовую форму и перекладываю в этот же или в другой пакет. И вот теперь у меня получается целый пакет таких замороженных клубничных кубиков. Что очень хорошо, что здесь у меня как бы все порциями. Можно взять одну, две или сколько вам нужно. Пакет завязываю или застёгиваю, если он с застежкой. Опять убираю в морозильник и там он будет лежать у меня целый год. А я буду доставать столько клубники, сколько мне нужно. А вот эту клубнику я замораживала в пакете. Видите, какой тонкий пласт. Если наморозить таких пакетов, их можно потом складывать друг на друга или ставить в морозильнике. Таким образом друг к другу, как удобнее. Такой способ тоже удобен, потому что вы потом можете отламывать сколько вам нужно. Я специально сделала тонкий слой, потому что он очень легко ломается. То есть откройте пакет и отломаете нужное вам количество. Эту клубнику я также оставлю на хранение в морозильнике. Вот такая замороженная на зиму клубника у меня получилась и обязательно получится у вас. Непременно заготовьте и весь год вы будете замороженной свежей клубникой. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok